Каждый год, 7 ноября, люди страны Советов и вместе с ними трудящиеся всего земного шара празднуют победу Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом незабываемом времени складываются песни и легенды. Художники создают картины, в которых рассказывают о революции и о том, как народ защищал ее за воевание в боях с врагами. В нашем фильме вы увидите произведения советских художников, которые должны изучить на уроках изобразительного искусства. В своей картине художник Соколов-Скаля изобразил решающий момент вооруженного восстания в Петрограде — штурм Зимнего дворца. Выстрел с крейсера «Аврора» дал сигнал к началу штурма, и лавина восставшего народа устремилась к Зимнему. Среди восставших — солдаты. Они заряжают орудия, чтобы огнем поддержать наступающих. Вот моряк-балтиец со знаменитым пулеметом «Максим». Красногвардеец, перепоясанный пулеметными лентами. Сестра-милосердия возле раненого бойца. Рядом со взрослыми — мальчик, подросток. Бессмертные подвиги в дни октября совершали балтийские матросы. Центральный образ в картине — матрос, гордо стоящий на башне броневика с красным знаменем в руке. Он как бы призывает восставших — свергнем могучей рукою, гнет вековой навсегда, и водрузим над землею красное знамя труда. Луч прожектора с крейсера «Аврора». Вспышки выстрелов. Яркий цвет красного знамени усиливает впечатление суровой напряженности боя. На полотне художника Савицкого мы видим боевой патруль на одной из улиц Петрограда. Революция победила. Но в городе неспокойно. Враги организуют заговоры против молодой республики Совета. Завоевание октября надо защищать. Поэтому и дежурят на улице матрос, солдат и рабочий. Это они несколько дней тому назад взяли зимние. Их лица полны суровой решимости. Состояние напряженности и тревоги чувствуется в картине. По опустевшей улице спешит женщина с ребенком. В любой момент может начаться перестрелка. Матрос, солдат и рабочий в картине художника Савицкого олицетворяют народ, поднявшийся на защиту советской власти. Героические события Гражданской войны Тема многих произведений советских художников. Участником Гражданской войны был художник Греков. Его картины воссоздают боевые дни легендарной первой конной армии под командованием Ворошилова и Буденова. Успех боевых операций первой конной часто решали пулеметные тачанки. Художник создал несколько картин о тачанке. Идет бой, но врага, как смерч, обрушиваются тачанки. Одна за другой вылетают они из облака пыли. Из налета, с поворота, по цепи врагов густой Застрочил из пулемета пулеметчик молодой. Неудержимое движение Буденовских тачанок нарастает из глубины. Скользящие по земле тени подчеркивают направление движения. Пулеметная тачанка с ее стремительным движением вперед Символ победоносного наступления Красной Армии. В советской живописи нашли отражение бессмертные подвиги народа В борьбе за установление советской власти на Дальнем Востоке. По долинам и по взгориям шла дивизия вперед, Чтобы с бою взять приморье белой армии оплот. Едут по долинам и по взгориям приамурские партизаны. Среди них матрос с пулеметной лентой через плечо, с гармонью в руках. Молодой светловолосый паренек. На нем Буденовский шлем, винтовка за спиной и кавалерийская сабля сбоку. Возглавляет отряд командир. Он выехал на взгорие и осматривает местность. Конники-партизаны кажутся былинными богатырями. Пейзаж суров и тревожен. Побуревшая трава, зеленовато-синяя долина, Среди которой блестит серебряная лента реки. Небо покрыто облаками. Картина правдиво рассказывает о времени, Когда весь трудовой народ поднялся на защиту завоевания октября. Вы познакомились с несколькими произведениями, Посвященными славному прошлому нашей страны. Героические события Великой Октябрьской социалистической революции И гражданской войны Всегда будут служить советским художникам, Неиссякаемым источником вдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok